А мужа она не должна терпеть. Что бы он ни сделал, ни достойно, она не должна терпеть. Она должна дать сигнал. Это фуфло, я это терпеть не буду. Она говорит, будешь? Нет, не буду. Потому что мужчина попробует, ну, чтоб терпела. Я не буду. Как не буду? Я пока не знаю, но тебе это выйдет реально боком. Я пока не знаю. Но ты точно попадешь в папку дискомфорт. То есть никогда не должна терпеть недостойное поведение мужчины. Чтоб женщина никогда не терпела недостойное поведение, и мужчина ее не убил. А такая мысль пришла, правда? Она должна всегда его благодарить за успехи. Всегда, без исключений. Если ты бы хочешь что-то такое сказать, вспомни, что он сделал хорошее. Я хочу с тобой поговорить. Так нельзя начинать разговор с мужем, но тем не менее. Мне очень важно сказать тебе одну очень важную вещь. Можно? Да. Я так рада, что ты мой муж. Ты все так классно делаешь. И вот это, и вот это. Но одна вещь меня просто выводит из себя. Ты сегодня у мамы ввел себя как сука просто. Ты вот меня так унизил, поэтому я так на тебя обиделась. Поэтому я сейчас иду наверх плакать. А ты делай, что хочешь. И ушла. Плакать. Он такой, что я такое сделал? И вроде ничего не сделал. Ну, у меня все. Дискомфортно. Он сидит такой же. Говорит, доширак. А вечером же планировал, может, по всем признакам была склонна. А ну, бац, и не склонна. Ну, все, боже, помиримся. Ты так себя ввел, что убил. Ты отравил мой девичий мозг. Ты растоптал мои идельвейства. Спасибо. Спасибо.